так всем привет напишите пожалуйста видно лесу и слышно ли меня когда кто-нибудь присоединится потому что в общем-то трансляция фейсбука для меня немного новое новое направление ладно сам посмотрю о спасибо ирина за обратную связь так гораздо лучше так ну я думаю что нам стоит немножко подождать или начать сразу в общем особо особо речи у меня специально для вас нету но как заготов заготовлено мне бы интереснее было с вами диалог построить всем кто меня слышат потому что меня нет идеи что-то вам продать или вовлечь вас на озон есть просто желание поделиться с вами так как благодаря в общем-то зон amazon сообществу я в эту вошел в нишу маркетплейсов это мы начали на amazon торговать и потом и на озон торговать ну а давайте начнем я расскажу какие-то базовые вещи сейчас про зон почему я им занимаюсь а потом если будут вопросы тогда на них 8 отвечу и так давайте про себя начну рассказывать сейчас торгуем на амазоне американском торгуем на амазоне канадском оттуда в общем то мы начали знакомства с маркетплейсами там уже какое-то время торгуем и у нас образовалось сообщество амазонщиков в москве вот мы общались 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 менялись опытом и вот появился озон и озон сделал для нас презентацию это было перед прошлым новым годом что они стали работать как marketplace ну и самое отважное пошли вперед успели даже новый год продать мы подтянулись позже начали по моему там феврале в прошлом работать и работали 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 и получили там обороты пока вот не началась шумиха с кризиса под 4 миллиона рублей это ну курс рубля если вы не очень понимаете в то время был примерно 65 рублей за доллар вот но для нас хорошие деньги нам понравилось мы активно продолжаем это делать и в общем то мне нравится озон но я не сказал бы что это супер легкий бизнес я объясню почему потом чуть дальше но после амазона конечно довольно легко потому что у нас не умеют еще работать с маркетплейсами оформлять карточки и с фотографиями и с листингами и в целом народ в россии когда там ему приходят там товар не той не того цвета например он может сказать пятерка вам но да ничего не того цвета пришло но все хорошо спасибо вам большое вот это отличие такой-то америке где когда что-нибудь не так сразу негативный отзыв приходит злые вещи наверное который надо рассказать чтобы работать на озоне необходимо юридическое лицо либо и п без этого зарегистрироваться на зоне нельзя тут нельзя как в америке торговать там от но от частного лица так не получится делать если у вас есть юр лицо или вы можете купить наверное то все вы проходите регистрацию в озоне он у вас спрашивает базовые вещи и вы можете там торговать первоначально а вот так вот у вас тоже моргает трансляция даст в камер сейчас напишите пожалуйста в комментах а то мне кажется что моргает ну ладно перегружать уже не буду я компьютер просите меня за это а то я больше все нарушится да напишите мне про что-нибудь в чат чтобы я понимал что я не воздух говорю а то без обратной связи сложновато чуть-чуть вот спасибо ирина спасибо большое еще раз вот регистрируйтесь на зоне и и сначала озон вам предлагает торговать по схеме fulfillment by озон то есть вы завозите товары но делаете соответственно карточку товар листинг заводите то товары и когда заказ приходит он начинает торговать оттуда вот если если возврата приходит возврат тоже им приходит если он все хорошо то они заново их продают если испорчены то потом как-то вам выдают мы начали работать по этой схеме вот но через какое-то время перешли на другую схему на схему собственно фбс фулфилмен байс или это очень озон похож на amazon потому что в общем-то им занимаются теми те кто на amazon торговал вот создают этот marketplace сейчас мы работаем по схеме фбс это происходит примерно так происходит нам сыпется заказы у нас там сейчас хоть бешеные заказы по 400 заказов сейчас день ну для amazon а понятно это не очень много для вот мы общаемся с большое сообщество те людей которые в телеграме торгуют на зоне это хороший показатель вот мы 400 заказов нам приходит мы их собираем вот упаковываем и везем на каждый день у нас машина уезжает на склад озона перевозят им товары и последняя доставка за ними происходит вот они уже доставляют клиенту здесь есть две модели работы я так не очень структурированно говорю буду рассказывать в потоке что приходит мне в голову если у вас будут вопросы вы мне их сдавать я больше на вопросы буду отвечать потому что это основная цель две схемы работы есть вы можете привести товары и продавать их соответственно например там из китая завестили откуда-то еще что него на складе постоянно происходит а можете торговать например по методу дропшиппинга сначала что-то покупаете сначала что-то продаете соответственно потом это покупаете производителя и отправляете то есть в настройках озона есть время в течение которого вы должны упаковать отвести им товар это до четырех дней если все ничего не изменилось но чем дольше у вас время упаковки товара тем меньше вас покупают соответственно у нас стоит нас 22 сейчас аккаунта первым используем и для того чтобы продавать товар который мы везем из китая там очень быстрая сборка мы отправляем там нас три часа на сборку стоит и мы отправляем и 2 как у нас четыре дня стоит и мы там какие-то продукты дропшипим вот соответственно если вы работаете по системе фбо то дропшипить у вас не получится ну дропшиппингом я называю сначала пришел заказ потом мы это купили упаковали и отправили на склад озона вот а не знаю из нюансов наверное рассказать что озон не очень пока выстрел систему поддержки своей и на некоторые вопросы до сих пор мы ответы не получили то есть там полгода назад что-то сдавали да не отвечают и это с эта сложность некоторые проблемы невозможно решить быстро но трафик большой продаж много у нас нет ни одного товара который мы завезли который у нас не в прибыли не продается то есть у нас ну конечно у нас есть опыт research товаров мы не совсем все товары подряд завозим вот есть внутренняя реклама на озоне а ну как повысить продаваемость наверно три способа есть первый классический это оформить карточку товара второй это настроить рекламу аля такую контекстную по запросам и озон берет за показа и не за клики за показа рекламой деньги но причем там пока мало кто этим пользуется очень хорошие цены на рекламу можно все и выкупать и быть в плюсе и третий вид как повысить продаж есть акция озон постоянно предлагает вам участвовать в акциях и и и и и и собственно можно в них входить для этого надо там скидывать цену на свой товар и не то дело там рассылку специально страницу тоже можно продаваться если если вы подходите к трансляции то пожалуйста напишите чтобы вам интереснее всего было узнать про озон потому что в общем то больше эту сессию поделил как ответ на вас и сейчас посмотрю что у меня есть может какие-то вопросы things 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 он 13 смотрит супер я посмотрю что так 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 торговлю почему озон это круто потому что ну сейчас есть площадки вообще торговые в в россии первая площадка наверное по продажам это wildberries она ну скорее всего по всем категориям она больше продает чем озон вторая площадка это озон третья площадка наверное это ну хоть не знаю какая третья площадка но наверное следующие две это точно беру и алиэкспресс есть еще торговая площадка гудс но она очень очень ну очень мало продает соответственно гудс это делает такая большая компания м-видео в россии беру это сбербанк и яндекс озон озон это озон афк система wildberries это wildberries мне кажется у них нет больших интеграций есть вопрос как быстро собственно сейчас я разницу расскажу почему именно озон круто потому что ну алиэкспресс мы еще не пробовали торговать сейчас настраиваем его вот как раз сегодня я общался с поддержкой и там в чем сложность в том что они дадут продажи но доставлять до клиента придется нам как компании и надо для этого договариваться либо ну за какой транспортной компанией это либо почта россии либо сдэк ну там вот в этом есть небольшие сложности нам нравится озон потому что он сам доставляет мы до его склада довезли а дальше мы про это не думаем и wildberries есть но wildberries очень сильно бюрократическая система для нас очень много сертификатов там загружать право на торговлю брендом одним товаром может только один человек торговать ну в общем честно я еще до конца не разобрался в потому что озона хватает тут нам огромное из поля чем торговать мы за всем не успеваем продажи у нас сильно выросли с приходом этой ситуации вирусной в мире вот потому что магазин не работают все покупают в онлайне это круто конечно как быстро зарегистрироваться на озоне начать продавать как быстро зарегистрироваться на озоне начали продавать смотрите там вот если вы будете торговать со склада озона регистрация довольно быстро вы запомните документы вам в течение дня может трех дней когда я мы делали второй аккаунт все проверили и все и можно завозить когда мы но там есть момент такой что если вы хотите торговать со своего склада вам надо написать им в поддержку и они еще какое-то рассматривают и только после этого разрешат вам торговать со своего склада вот это там недели две может пройти пока не это пройдем модерацию вот соответственно если по этой схеме работать то потом вам надо завести карточку товара карточка товара проходит модерацию сейчас 2-3 дня и после этого вам идут заказы можете уже отправлять то есть то есть то чтобы зарегистрироваться вы берете данные своего юрлица или ип заполняете анкету ну то есть чтобы нормально работать у вас должен быть счет в банке юрлицо дальше все просто заполняете их анкету если вам нужно переходить на склад на свой склад и все проходит карточка товара модерацию и начинаете торговать процесс такой Ирина если я чем-то не ответил на вопрос уточните и напишите в какую сторону мне идти Богдан задает вопрос как делали ресерч ну довольно просто есть несколько видов наверное ресерча первый это смотреть что есть на других маркетплейсах чего нет на озон это привозить второй это смотреть ну можно просто по категориям идти и озон позволяет видеть популярные товары и смотреть их что можно дешевле привезти внимание можно обращать на звезды то есть на отзывы потому что отзывы сейчас отзывы уже могут ставить только только те кто купил товар раньше могли все ставить а те не верив убрали что-то еще и ресерч можно делать методом корзину метод корзин работает вы добавляете там все товары в свою корзину смотрите завтра добавить делать это на следующий день смотрите насколько меньше стал товаров понимаете сколько они в день продают и их в день продается и можно то завозить есть несколько программ которые позволяют автоматизировать уже они появляются вот тоже можно найти в интернете сейчас не помню как они называются мы ими не пользуемся с отзывами ну озон сам активно пушат я вот как клиент озона тоже сейчас сижу за городом в подмосковье заказываю мне сюда прям в магазин привозят в пункт выдачи в соседней очень удобно и вот когда делал заказ они потом постоянно пушат оставь отзыв оставь отзыв оставь отзыв оставь отзыв и в общем то так можно делать можно наверное делать вкладку попросить оставить отзыв за 100 рублей на телефон мы так правда пока не делали вот есть способы конечно отзывы накручивать но вы как амазонщики наверное все знаете в принципе те схемы которые работали раньше на амазоне на зоне сейчас работают какие условия оплаты условия оплаты ну наверное тут стоит пойти с комиссией с самого начала какие там комиссии есть они в общем ситуация с 1 апреля изменилась и могу быть чуть чуть не точен потому что к новой системе я еще не до конца не узнал детально в общем раньше было так до 1 апреля у каждой категории у каждой категории своя комиссия комиссия обычно со склада озона меньше нет была больше да чем комиссия если я продаю со своего склада сейчас все изменилось комиссия стала одинаковая для ФБО и ФБС но на разных категорий она разная вот но и то есть там есть комиссия плюс мы платим за доставку клиенту доставка до клиента стоит 75 рублей вот плюс комиссия для каждой категории определенная то есть там например у нас товар за 1000 рублей комиссия 12 процентов когда мы продали и товар клиенту доставили озон снял с нас 120 рублей плюс 75 рублей за доставку вот если клиент отказался или сделать возврат то озон еще 75 рублей возьмет за то чтобы это вернуть нам соответственно у нас мы посмотрели по статистике у нас процент отказов 10 процентов примерно то есть соответственно мы разделили еще 75 рублей на 10 и эти семь с половиной рублей добавили еще в сумму комиссии то есть у нас комиссия получается это комиссия категории процент какой-то плюс 75 рублей плюс семь с половиной рублей вот так мы считаем комиссии сколько надо озону отдать дальше идем как озон платит озон платит так что все товары вот например сейчас идет начало апреля все что дойдет до клиента с 1 по 15 апреля что клиент оплатил сейчас он уже по предоплате все товары работают он уже все это оплатил нам если он получил товар с 1 по 15 апреля и сказал окей все хорошо автоматически то есть он не дал возврат то все хорошо то тогда нам деньги за то за эти заказы придут 25 числа на расчетный счет если клиент получил товар с 16 по 31 число то деньги эти нам придут 15 числа следующего месяца то есть озон два раза в месяц платит нам деньги за пол за полмесяца да богдан ответил ли я на ваш вопрос если он ответил уточните пожалуйста в какую мне сторону дальше пойти дайте тоже знак посмотрю что тут происходит заодно что сейчас он мне хорошо так 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 но есть да спасибо охранение сколько стоит хранение на складе озона вот это вопрос в общем такая фишка что там есть какой-то коэффициент он по формуле высчитывается сейчас не помню формулу но там в том что если у вас товар хорошо продается и если озон берет много комиссий себе то тогда вы ничего не платите за хранение если продается плохо то тогда вы захране платите сейчас попробую вспомнить ссылку а ну да она простая давайте я начну сейчас в комментарии ссылку это ссылка на озон калькулятор как раз который позволяет вам понять сколько 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 озон будет вас брать за комиссию выводите название товара вот калькулятор например посмотрим работает ну то есть озон еще раз система довольно глючная то есть если вы хотите идти в озон сразу поймите что будет глючить будет непонятно как работать будет непонятно почему вы пишите в названии ваш там ключевой запрос а по поиску товар не находится то есть такого прям много и это стоит принять но плюсов тоже много но для ну да калькулятор довольно понятной категория понятно комиссия понятно так что думаю что вы легко разберетесь по этому калькулятору так рекламирует ли озон сам мой товар или ну смотрите сейчас идет такая жесткая конкуренция но шла озон и wildberries они очень сильно борются за трафик покупателей и мы часто видели что на наши товары озон сам покупает контекстную рекламу в гугле и в яндексе вот чтобы клиента привести к себе и продать то есть раньше он так делал это его инициатива он этот отец не зависит он хочет это делать хочет не делать не знаю по какой причине надо это делать она не делает сам он ваш товар соответственно будет только показывать в поисковой строке пока что мы выяснили что точно отзывы влияют на место в поисковой поисковой выдаче это мы точно знаем там они постоянно меняют алгоритмы в общем то у них было как на озоне одна карточка товара и несколько продавцов и был у кого первое у кого самый низкий статус появляется первым продавцом это было буквально несколько некоторое время назад это изменилось и теперь много карточек одного товара например хоть как калькулятор там продается электроника и если вы продаете как это электроника в ваша карточка есть есть карточка сезон сам торгует его карточка есть и карточки других продавцов но тут тоже есть нюансы что если вы работаете со своего склада вы можете много карточек делать товаров и вас будут чаще находить но могут вас заметить и скажут что так не делайте пока санкции особо никому озон супер сильных не применял я вот не знаю но никто не наглел особо из продавцов там контракт левый товар давать откровенно но все работают всем озон может предупреждение дать но банов практически не было водовом озонечка были но так и не понятно что вы забанили но в общем то есть пеписи вы можете его настраивать это татьяна ответ на ваш вопрос если что-то не до конца ответил уточните пожалуйста продаете non-food мы не продаем еду вот опыта нету не знаю как это делается вот я знаю только что озон сделал какой-то еще супермаркет и они и за несколько часов доставляют в москве толки перехват очистные склады есть в общем но честно не знаю знаю что некоторые торгуют едой консервами на зоне вполне хорошо них это все им нравится но сам сам не расскажу сам не торговал вот что хотел вам рассказать дарил про на могу вам рассказать нюансы работы со своего склада например если интересно пока вопрос пишите озон очень требовательно к упаковке относятся и весь определенные правила как на товар упаковывать там какой-то стрейч пленка можно кому черно нельзя и обязательно в правилах сейчас одну секундочку обязательно надо этикетку нужного размера клеить там 70 миллиметров на 25 там она называется если бог этикетка будет у вас просто не примут на товар вот на складе скажут все привозите завтра и и мы вам сизим рейтинг потому что вы вовремя товар не дали но пока рейтинг они не ввели поэтому очень снижается это хорошая новость вот так что покупают если вы хотите торговать склада нужно купить специальный термопринтер термопринтер это опять же обязательное условие будет они его ввели уже но отменили сейчас 30 апреля будет то есть обязательно этикетку печатать на термопринтере но вот штрих-код озон вам выдает к товар заказ приходит и он говорит что эту этикетку распечатай на это отправление на клей вот надо именно вот нужного размера именно термопринтеры печатать вот такие есть капризные вещи они присутствуют какой порядок ставок на пи-пи-си есть есть опыт но давайте я сейчас быстренько посмотрю не я просто уже пи-пи-си занимаюсь слава богу продвижение рекламной кампании а что-нибудь накиньте на что-нибудь сейчас я по и пылка пишите вопрос я может быть хоть статистику часа выключаю на что-нибудь на что не будет давайте вот этот аудит тут есть у нас скачаем статистику за месяц например я вам сейчас расскажу очень медленно периодически работает они что-то загрузилось так электроника для дома категория ну что тут есть показы здесь вот 10 тысяч показов 41 клик расход 427 рублей на собственно клик стоит 10 рублей получается вот это это рек два вида рекламы из пи-пи-си первая реклама это мы поднимаем нашу карточку товара в категорик заходит на какую-то категорию вот там домашняя электроника наш карточка 1 показывается это раз поднятие карточки то первый вид рекламы а второй вид реклама это собственно когда он что-то вводит не в категорию заходит а по поисковому слову и видит нашу рекламу тут например вот это первое было когда мы поднимали карточку в категории а на этот же товар на слово показов 16000 кликов 245 расход 675 рублей 2 рубля клик 3 рубля клик огонь очень мне нравится реклама на зоне очень нравится прям мега доволен купить ее всю предлагаю вот тут на другой товар 243 клика 1000 рублей 4 рубля клик стоил ох страшно вам это говорить конкуренция может какой процент конверсии считается нормой посмотрим не знаю но у меня норма нет ну просто покупаемся рекламу честно не не погружался так в это например вот тут 192 клика 10 заказов покупает скажет 20 до здесь 344 клика 29 заказов покупает каждый 10 245 кликов 8 заказов ну вот это моя цифра который я вот вижу сейчас 101 клик 7 заказов ну вот да получается там 5 рублей клик каждый там 15 давайте покупает вот она и стоимость стоимость заказа получается от амазона я сама зоном части могу сравнить потому что мы торгуем на амазоне категории которые нельзя рекламировать вот поэтому не знаю что там сейчас происходит с конверсии из пи пи си рекламы в заказ так проверять ли озон на наличие бренда в общем он не строк сам он проверяет не будет пока но проверять он в следующем случае первое то есть описал жалоба клиент то есть если конкуренты начали мочить и сертификаты купили ваш товары начали требовать сертификаты то озон попросить вас сертификаты все инвойс никогда не спрашивал но у нас сейчас например если либо бы за все равно вылочим и завозим с либо бы мы торгуем нескими брендами российскими вот нам сейчас один товаром запретили торговать написали что правообладель бренда запретил торговать этим брендом что там предоставьте документацию и там договор что вы можете торговать этим брендом вот мы сейчас с этой ситуации разбираемся как разберусь буду понимать тогда что сидел то есть так бывает то есть правообладатель вправе запретить торговать своим брендом на озоне пока такие прецеденты есть причем это уже происходит наверное третий текст то есть да и правдать ли не нравится что вы так торгуемого товарами вы строгайте то все хорошо а руслан привет так пожалуйста вопросы вроде все ответил дайте мне направление код дальше рассказывать дает ли озон какую-либо начальную аналитику для research допустим не дает но то есть сами можете посмотреть товара большим количеством звезд или популярная но или ну как вот через поисковую строку начать что-то вводить и посмотреть что озон будет вам предлагать вот такое качество запросов не дает мы исходя из но так аналитики еще там этот корзин количество отзывов озон пока ничего не дает сейчас слава богу стало начали появляться программа под озон и у нас как бы тоже ребята из нашего сообщества сделали андрей сделал программу top seller называется она позволяет соединить озон и сервис мой склад и тогда получается некое подобие top seller борда для амазона то есть можно видеть там прибыль и так далее вот просто в озоне этого нет этого нельзя увидеть его часто в богу появляются программа чтобы видеть там прибыльность в моменте сейчас раньше мы например только раз в месяц видели отчета подбивали когда amazon присылает ежемесячный отчет чего продали сухой недели комиссии мы берем в ручном режиме в excel и ко всем этим товарам вводим себестоимость и и и видим нашу валовую прибыль сейчас уже благодаря интеграции сервисом мой склад можно это сейчас видеть но это больше про учет цифр чем про и прибыль чем про аналитику аналитики нету какой же был сервис сейчас можете вспомнил давайте я думаю что его найду сейчас может прокламирую сервис на его не очень люблю мне кажется он там в общем сервис есть еще одна группа сам по озоном плат за сильно реклама они telegram спами ли они спами ли в личный кабинет продавца на озон вот то есть и так красиво все что мне с ними связываться очень хотелось но если может вам поможет как давайте поискать потому что вы давайте я вам скину лучше еще нашу группу по озону ее прорекламирую вы туда можете вопрос задать вам там расскажут в общем то какие-то сервисы знает так если бестселлер висит воин это ничего не значит на самом деле ну азон очень странно я бы не доверял я бы не доверял и учтите что если такой лайфхак дам опять же есть на озоне те кто торгуют со склада озон и те кто торгуют со своего склада вот если это видно потому откуда написано будет доставка озона если товар сходя зона то методом корзина пользоваться можно у вас будет информация то есть покупаете все что есть но добавить в корзину там 250 товара завтра заходите 230 товара понимаете 20 товаров день продается это в целом будет актуальная информация но если доставка со склада продавца и вы так уже статистику смотрите методом корзин то абсолютно не факт что столько продалось потому что ну например может быть интеграция сделана и мы продаем наш товар и например через озон через алиэкспресс через беру через дашь интернет магазин да вы видите что у нас стало 20 товара меньше но это не факт что мы все эти 20 товаров продали через озон вот такой лайфхак вам расскажу про ну этот корзин будьте аккуратны если вы следите за товаром который является не со склада озон обязательно ли быть юрлицом можно работать как юрлицо или и по и по моему юрлицом не является но очень обязательно надо зарегистрироваться вот нам в чат добавляется вроде отлично здорово татьяна приветствуем по наверно из этого эфира так что сказать что сказать что сказать но наверное если сейчас вопросов не будет наверно можно уже такой вводную речь закончить про озон вот потому что заморку момент углубиться он даже не знаю в какой давайте вам расскажу что мне про человек кайф бизнесе ловлю кайф от автоматизации и от посреди удаленной команды а роман так прямо вы продаете своего склада влияет ли локация склада на сроки доставки или может есть ограничение по региональной доступности допустим есть вести склад в регионе надо уточнить но по схеме работа со своего склада по моему можно но вы должны доставить товары через несколько дней после заказа я думал чтобы в москве есть в миллионниках есть наверно склада сейчас надо уточнить посмотрю давайте сейчас может быть где-то help это есть озона в общем если вы в регионе вас рядом нету склада то вам очень сложно будет работать если же склад должен быть в доступности там двух часов максимум я знаю что в подмосковье есть в москве есть но например прикол такой чтобы понимать какой зон мы там одни из первых клиентов 8 много товаров на цикле других продавцов всех про нас точка приема рядом с офисом жизнь шикарно у нас и нам говорят что вы знаете вот вас на другой склад переводе вы готовы выкинение не готовы антики ну ладно а потом проходит время пор мыть вот теперь вы возите в подмосковье потому что вас очень много товаров и на склад прям из от склада около офиса для нам было удобно прям быстро все возить переносит московье вот такое тоже бывает это шутки озона вот руслан постоянный участник нашего сообщества говорит что во фе тоже есть как 8 есть города где есть склады куда можно привозить надо это уточнять у озона очень подробный help на самом деле написан ну ладно просто help написан где можно много чего узнать можно работать через бокс бронями юрлица это реально не знаю первый раз слышу про это но наверняка есть агрегаторы и люди которые готовы вашим товаром заняться мы например тоже наверное могли бы заняться товаром чем-то если у вас какой-то прям клевый товар для людей это не как у нас бизнес это я вот для души готов что сделать если есть какой-то клевый товар который помогает людям там развивает их можно ставим по работе например но это так это не это у нас не то есть люди у которых как бизнес-система то есть мы торгуем на озон завозите нам вот схема работы работы мы это делаем так для друзей но вот мне хочется найти товар какой-то смысловой чтобы он на какую-то большую светлую ценность нес мир если у вас есть такой вы хотите поработать пишите я с удовольствием с вами пообщаюсь то вот расскажу вам клевый нашел способ общения с удаленной команды это дискорд если сейчас так у нас я команда удаленная стала вот очень удобно это голосовые чат и голосовые комнаты просто кайф как будто в офисе мы сидим мы сделали там это как зум который вы наверняка знаете но это постоянные чаты с ссылками то есть комната там склад маркетинг совещательная управленческая например и когда человек с утра приходит на работу то есть начать работать надевает наушники и заходит в какую-то комнату и сидит там может заметить микрофон но очень клево что можно в любую комнату зайти и боим сотрудникам говорить это очень клево решение нам очень помогло чувствовать себя как будто мы в офисе на много четыре человека работы так удаленно и вот часто ли с вводом дискорда вообще-то бесплатно кстати и там можно и стрим экрана вести видео сообщения делать я не понимаю зачем другие программы теперь нужно вот стало гораздо лучше работать эффективность поднялась правильная поняла а сейчас у одинаковых товаров не один листик на амазоне а все товары по отдельным листингам и на каждом листинге только один продавец прикрепиться к какому-нибудь листингу и стать вариацию на раскрученном листинге не получится быть буквально некоторый результат это получалось это получалось а в участие получается а потом опять может получаться то есть озон сейчас только ищет себя в этом вопросе непонятно что будет происходить вот сейчас вот буквально чуть назад сначала был лучше было много листингов потом их всех скрепили в один и можно было за счет цены выигрывать байбокс потом их опять разъединили но если вы им такой товар продаете то отзывы на товар переносились а сейчас потом можно было присоединиться и без модерации пройти но отзывы не переносились а сейчас и отзывы не переносится и модерации проходить то есть все постоянно меняется вот что будет дальше неизвестно очень очень быстро озон меняется очень быстро и не всегда это хорошо сказывается на четкости бизнес-процессов поэтому да он глючат но очень сильно люблю озон прям action постоянно идет так этот вопрос ответил хорошо 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 второе что мы сейчас делаем это вот то что мне нравится в бизнесе кайф это автопатизация бизнес-процессов и сейчас тоже рекламирую сервис труба пользуемся пайрус называется он и может вы были на минском метапе amazon денис про него рассказывал про этот про эту систему когда можно циклические процессы которые в компании происходят там заказы ресерч товар который постоянно происходит в работа с возвратами там какие-то по финансовые процессы можно их так то очень удобно они будут от роли к роли перемещаться и не один бизнес-процесс не пропустить и помню сейчас у пайруса прям долгое бесплатное время есть когда можно попробовать внедрить и понять нужно это или нет так ну что если вопросов не давайте два последний самый важный вопрос задайте мне и он его отвечу и и и все за что любите озон но судя по озону много проблем и больших ну почему я люблю озон для меня amazon очень долгий сначала ресерч проведешь потом производство товаров китай закажешь что все произведется потом она доедет как начнет продаваться и как-то для меня это все медленно происходило озон он очень быстрый это мое какое-то субъективное ощущение бизнеса все быстро происходит вот заказали вот продажи надо отгружать вот можно эти новые товары и таки там это далеко это здесь близко и динамика но скоб скорость бизнеса огромные мне это вот это вот это мое ощущение почему люблю озон но я зон позволяет мне кучу всего продавать с огромным трафиком еще раз говорю что у нас нет ни одного товара сглазить по которым мы в минусе а на amazon они есть поверьте их много да нет везде прибыль в адрес не пробовали файлдбрис очень сложная регистрация очень сложная регистрация можно там торговать только с брендом который дал вам разрешение ну есть везде обходные пути очень братья сильная но в общем у нас настолько я вижу много возможности в озоне что еще можно там продать что мне просто некогда в адрес выходить ну вот ну и наверное если бы у меня был бы пель такой который бы развивал в россии то тогда бы наверное точно вас брать бы вышел вот но так как мы торгуем всем подряд но мы торгуем по математически парами которые продаются по ресерчу вот разными такими категориями где нет там четкого бренда то например у расчесок нет бренда такого кого-то определенного это нам подходит мы продавали а вот товар с безусловно мы будем делать бренд на некоторые товары и выводить наш американский бренд в россию и тогда будем уже с вальдбрис работать вот просто вальдбрис кажется мощно и вальдбрис у них нету схемы работать да а мы пока по этой схеме работаем наш склад перегрузился тут они последнюю неделю вывозят по 45 заказов в день они очень ругались на меня во первых они работают мы все на удаленку перешли склад работает вы понимаете как у них и нервная обстановка и заказов увеличилась в общем они переживают немного за то что немного работают но у нас наши работники склада мне кажется самые богатые работники склада которые есть москве скоро будут такая приписка скоро будут ладненько вроде на все ответил надеюсь вам было полезно фейсбук вы мой знаете группу в telegram я вам рассказал пишите будут вопросы в общем то если есть время отвечу время если бы честным и настроение вот так что хороших всех продаж и главное настроек кризис это много возможностей главное не унывать двигаться вперед все у нас будет хорошо с вами был роман пока хорошего вечера